Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Мы в рамках наших эфиров прямых регулярно говорим о событиях в Республике Беларусь, о том, что там происходит. Как вы оцениваете события? Потому как многие аналитики в нашем эфире высказывают мнение о том, что ситуация действительно патовая. Протесты продолжаются, мирные протесты продолжаются, Александр Лукашенко все еще власти. Как вы оцениваете происходящее в соседней стране? Ну, для меня очевидно, что Александр Лукашенко не является президентом Республики Беларусь. Для меня очевидно, что человек, я имею в виду Александра Григорьевича, полностью оторвался от реальной ситуации, находится в заблуждении глубочайшем. Я думаю, что до него не доносят информацию, которая существует на самом деле. И я думаю, что у него есть определенные проблемы в ощущении реальности. А реальность на сегодняшний день такова, что Лукашенко не избрали президента. Беларусы не хотят видеть Лукашенко на посту президента. И для подавляющего большинства беларусов он уже не президент. Самое плохое в этой истории то, что президент это всегда отец нации. Он должен быть добрым. Когда президент отдает приказы силовикам, тем самым превращая их в карателей, избивать собственный народ, насиловать людей дубинками, дубасить их. Мы же видели эти синяки, кровоподтеки, этот ужас, эти издевательства в СИЗО. Он нелегитимный президент, он больше никогда не будет президентом. И то, что он уйдет однозначно, а когда это случится, завтра или через месяц, или через три месяца, это вопрос времени. Вы встречались с ним и делали большое интервью накануне выборов. Каким вам в тот момент показался Александр Лукашенко? Каким вы его, если так можно сказать, почувствовали? Что скажете об этом? Он мне показался очень обаятельным человеком, который мастерски вел беседу. У меня были очень хорошие впечатления от интервью с Александром Григорьевичем. Вы знаете, вам сейчас покажется странным то, что я говорю, но я всегда говорю то, что думаю, и говорю правду. Правда заключается в том, что я встречался с Александром Лукашенко накануне выборов, за несколько дней до выборов в Беларуси. Правда заключается в том, что в Украине по опросам украинцев он был на первом месте по рейтингу доверия и уважения среди прочих мировых лидеров. 66% по-моему рейтинг доверия и уважения к Лукашенко составлял. Меркель дальше уже шла, остальные лидеры. И к нему очень хорошо относились украинцы, еще и потому, что Лукашенко не сдавался Путину, не сдавался России. И в нашем интервью прозвучало немало таких, не скажу антироссийских, но таких заявлений, которые не понравились Путину явно. Насколько я знаю, ну я это твердо знаю, Путин просмотрел интервью с Лукашенко и на следующий день после выхода этого интервью ему звонил. О чем они разговаривали, я не знаю. Лукашенко, повторяю, показался мне очень обаятельным человеком, который сказал, что никогда не будет стрелять в собственный народ, который проявил уважение к Украине, который очень много интересного рассказал. Но это было до выборов. А после выборов он превратился в дьявола, который всеми силами пытался и пытается держаться за кресло, не понимая, что, да боже, не надо держаться за власть, ты был 26 лет у власти, уйди спокойно, не избивай свой народ. Тебе этого никогда не простят, белорусы никогда этого Лукашенко не простят. Вам приходилось после интервью сталкиваться с комментариями о том, что оно было чересчур комплементарно сделано в отношении Александра Лукашенко, учитывая то, как события разворачивались после? Надо, во-первых, разделять до и после всегда, потому что, вы знаете, вы можете выйти замуж за человека, которого вы очень любите, а когда вы поживете с ним три месяца, вдруг окажется, что он изверг, плохой человек, скряга и вообще бьет вас. И муж ваш до свадьбы и после будет разительно отличаться один от другого. Это будут два разных человека. Интервью не было комплементарным, нет. Это было интервью с человеком, повторяю, который представляет огромный интерес для исторических исследований, а я делаю свои интервью для того, чтобы внести вклад в развитие науки и истории. Он эпоха, он личность, он 26 лет руководил Белоруссию, и он безумно мне интересен был. Я много лет добивался этого интервью. Что касается отношения к Лукашенко после того, что он вытворять начал, ну это совершенно другая история. То есть вы бы уже иначе разговаривали с ним? Сам формат разговора был бы другим? Ну он бы со мной, я думаю, не разговаривал бы уже спустя несколько дней после выборов, потому что я резко выступил против того, что происходит в Беларуси, и призвал людей не подчиняться Лукашенко и белорусов. Поэтому я думаю, что он бы со мной уже после этого не разговаривал. А как проходило согласование интервью? То есть были ли согласованы какие-то вопросы? Или в этом смысле было все демократично? Нет, никаких вопросов не было согласовано. Я вел переговоры с Натальей Эйсман, пресс-секретарем президента. Я ее спросил, нужно ли согласовывать вопросы. И она мне сказала, нет, Александр Григорьевич отвечает на любые вопросы. Для него нет вопросов, на которые он бы не хотел отвечать. Мне это очень понравилось. Поэтому никаких вопросов мы не согласовывали. А Лукашенко, ему палец в рот не клади, он ответит на любой вопрос. И там были весьма такие щекотливые вопросы, на которые другой бы, может, и не хотел бы отвечать. И про Путина, и про отношения с Россией, и про украинско-российские отношения, и про Крым и так далее. Ну, понимаете, когда политик такого уровня, как Лукашенко, это политическое животное, которое, в общем-то, обидело все, у которого очень хорошо подвешен язык, он не лишен артистического дара. Для таких, как он, нет вопросов, на которые он бы не хотел отвечать. И не мог бы отвечать. Ну, если посмотреть на ситуацию в Республике Беларусь и сравнить ее с Украиной, на ваш взгляд, есть ли аналогии? Ну, приходится слышать две точки зрения, что революция, которая происходит в Беларусь, похожа на то, что происходило на Майдане. И другая, абсолютно противоположная, что это совершенно разные истории. Вот какой точке зрения придерживаетесь вы? Есть ли аналогии? Это совершенно разные истории. И разность заключается в том, что белорусы не украинцы. Белорусы не русские и украинцы не русские. Это три разных народа, очень близких между собой, с очень похожей культурой, языками, но совершенно разных по менталитету. Я уже где-то говорил и повторю, что если бы у нас на Майдане силовики позволили себе то, что позволили силовики по отношению к белорусам, в них бы стреляли, их бы убивали. Если бы наших детей пытали так, если бы так избивали пожилых людей, да мы бы стреляли давным. И наши силовики это прекрасно знали, поэтому они не переходили грань. Вот в чем разность между двумя народами. Белорусы терпят. Белорусы терпеливые. Они терпят. Они не переходят черту закона. Они их бьют. Они молча выходят на протест и не делают никаких, не делают никаких, никакие вещи мы не замечаем по отношению к силовикам, которые переходили бы рамки закона. Но это терпение эффективно, как вы считаете? Для освежения власти. Вот я думаю, что это было бы самое эффективное. Режим падет все равно. Смотрите, вот вчера уже Международный Олимпийский комитет объявил Лукашенко и его соратникам вне закона. Им запрещено посещать Олимпиады. А что это для Лукашенко? Это все. Спорт, хоккей, Олимпиады. Это признак гордости и так далее. Вот такие действия способны подточить режим и скорее его закончить. Ну и белорусы, конечно, у них нет центра управления явно, и они разрознены, и они не знают, что делать, у них нет лидера. Я бы, конечно, немедленно экономические рычаги вводил. Забастовки, невыход на работу, пусть все валится, пусть уходит. Или он уйдет, или все обвалится окончательно к чертовой матери. Вот так. Ну, забастовка она уже была, но кажется, что, возможно, не совсем получилось так, как этого ожидала оппозиция. Не получилось так, как ожидала оппозиция, потому что у оппозиции нет ярких лидеров. Вот у нас на первом Майдане в 2004 году было два лидера, Ющенко и Тимошенко. Они были... Ющенко был менее решителен, Тимошенко была решительна, она была мотором протеста. Вот такие настоящие буйны нужны. Если бы в Беларуси был один Саакашвили, один, там бы все решилось бы за несколько дней. Но у них нет такого человека. Ну что ж, такая реальность. Как, кстати, оцениваете действия Светланы Тихановской, учитывая, что она сейчас проживает в Литве, но продолжает вести международный диалог с лидерами? Ну, смотрите, я люблю играть в футбол. И, в общем-то, на уровне любителя, ну, что-то там как-то могу делать. Ну, если меня поставить играть за команду высшей лиги, ну, у меня, мягко говоря, не получится. Она не политика, она домохозяйка. Я говорю это без обиды какой-то. Нет, я говорю о реальности, о данности, о факте. Ну, что она может в политике? Значит, ей кто-то должен советовать. Кто ей советует, мы не знаем. Кто ей пишет тексты, которые она озвучивает, мы не знаем. Меня всегда тревожит вот в белорусских протестах присутствие России, потому что я прекрасно понимаю, что Россия не может упустить Беларусь. Не может, потому что там и военные базы, там и промышленность, там и сам факт. Если, ну, уже ушла Украина, ушла Грузия, сейчас уходит Молдова. Если уйдет Беларусь, страна самая близкая, член союзного государства. Ну, это крах российской политики тогда. И мало того, если бы Лукашенко ушел вследствие протестов сразу, почему его Путин держит? Это означало бы для россиян сигнал. Смотрите, народ вышел на улицы, и он не удержался и ушел. Так может и мы выйдем, как в Хабаровске выходит. Так может и мы выйдем, и наши не удержатся. Это опасный прецедент для Путина, и он все сделал для того, чтобы ненавидимого им Лукашенко, а он его ненавидит, и Лукашенко ненавидит Путина, чтобы ни у кого не было сомнений. Путин все сделал для того, чтобы его поддержать, потому что уход Лукашенко представлял потенциальную опасность для самого Путина. Ну, а Тихановская, ну, она женщина, она домохозяйка, она слабая женщина. У нее муж в заложниках находится. Давайте этого не забывать тоже. Муж в заложниках, клену. Поэтому ее действия связаны со всеми этими обстоятельствами, еще с теми, которых мы не знаем. Не является ли сказанным вами определенным сексизмом в отношении Тихановской женщин в политике, учитывая, что да, у нее нет политического бэкграунда, но по такому же примеру можно вспомнить и Владимира Зеленского, который также не был в политике, а был, как бы, знаем, актером и юмористом, но сейчас стал президентом Украины. Владимир Зеленский на тот момент, когда стал президентом Украины, был человеком, который создал целый ряд предприятий, фирм, и руководил коллективом в составе трех тысяч человек. Это был абсолютно успешный человек, который построил свою бизнес-империю, который заработал огромные легальные деньги творчеством и организацией. Он блестящий организатор, он организовал и концертное производство, и кинопроизводство, и прочее-прочее. Он серьезный парень был, когда пришел в президенты. Светлана Тихановская, ну, готовила мужа обеды и детям, понимаете, поэтому у нее же не было никакого опыта совершенно. Что касается сексизма, я вообще эти новомодные слова не принимаю. Я размышляю с точки зрения нормального человека, который белое называет белым, черное – черным.